Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game и турнирчиком навалилось просто хоть попой жуй. В общем-то, только обычно не хочу проходить, 5 боевые какие-то скучные. Как видите, нам еще остался всего лишь один бой, вот-вот-вот, и мы откроем себе битву Титану, так что надо к этому готовиться. Но мы приступим к ней, наверное, через пару дней, потому что планирую, опять же, в воскресенье сделать стрим, наверное, по Дружи Земли, да, еще пока я тут что-то попрохожу. Короче, много динозавров у нас будут занятых, а здесь все-таки 5 битв, так что будет довольно долго. Нужно будет много, короче, свободных динозавров, так что мы-то его откроем сейчас, турнир, зайдем, глянем, что у нас там будет, какие противники, да, но сражаться мы, конечно, будем. Через пару дней тот турнир. Так, у нас есть вот белая мгла Кайнозои, и они пришли с болот. Давайте начнем с «Они пришли с болот». Как бы здесь должно быть все просто, условия у нас, по-моему, супер редкие, кто-то у меня, так. Ну, и мы тут легко, короче, справимся. То есть, кем угодно. Ну, это так, давайте разомнемся сейчас. Аэротитан. Последний динозаврик, который давался за покорение уровня, за достижение 70-го уровня парка. А потом все, перестали такую штуку делать. Так, ну, здесь мы прошли. Разминка прошла успешно. Может, два турничка по возможности пройдем с вами. Любое животное икс-2. Вообще прикольно. Все существа, птерозавры. Давайте. По-быстрому сейчас заверим свою награду. Блин, чуть-чуть не хватает. Надо бить. А, нет, подожди, два удара прошло бы. Он вообще решил, короче, нам подарить этот бой. Готовенький. Красивенький крокодильчик, да? Капразух. И все. Да, хватит. Ах, не хватило. Ну ладно. Ну, это уже у микропозавра ее мое. Узар два раза сильнее. Мне там под каким-то видео, один из последних писал кто-то из вас, мол, что Александр, не в обиду, твои познания в биологии, короче, типа, ничтожно малы. Ну, я не знаю, как там было точно сказано. Но это было сказано к тому, что я нашего нового гибрида там или, ну, там, других существ здесь, в парке, называю крокодильчиками. Амфибиями, точнее. Я всяких вот этих крокодильчиков, да? Вот такого крокодильчика, типа, вот так. Ну, это не крокодильчик. Вот такого крокодильчика. Или такого крокодильчика. Я их называю, во-первых, крокодильчиками, а во-вторых, я их называю амфибиями. Ребята, это не я называю их амфибиями. Это в этой игре все существа объединены в категорию амфибии. То есть, не то, что там кто-то. Это рептилия должна быть. Я называю так, как оно в игре называется. Ну, в общем-то, тему закрыли. Помчались дальше. В этом мы еще с вами вернемся. И любое животное X3. И у нас амфибики. Амфибики. Ну, и тоже, опять же, там речь шла, по-моему, о саркозухе. О саркозухе, ну, это вообще-то не крокодил, это крокодиломорф. И так далее. Короче, ребята, нечего придираться. И показывать, мол, какой ты умный. Не надо. Не надо, а то можно и ошибиться. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Ну, вот так, пойдем. Я думал, тут будет такой что-то поинтереснее. Как-то типа один на один, там два на два. Это вообще легкий турнир какой-то. Пойдем сейчас. Кайнозоев. Кайнозоем пойдем. Отлично, пробили. Ну, и Лимна Ринка сейчас Приназуб съест. А, кстати, Приназуха и есть же Гриппозуб. Гриппозуб, Джурасик, Волл, Элайт. Ну, тоже такой вот, на Габиала похожий. Длинная, тонкая морда. Эх, немножко не хватило. Ну, и сейчас Сарказох на съезд, да, тоже там на три. И мы его в ответку сидим, и все отлично. Та-дам! И, в общем-то, какую-то награду мы с вами сейчас точно получим. О, ну вот, мы, в общем-то, разблокировали. Давайте смотреть. Ну, то есть у нас обычные существа будут, да, я так понимаю? Обычные существа, ну, топовые, но обычные существа. То есть это прекрасно. То есть это будет несложно и интересно. Я очень этому рад. Так, это нам откроется чуть позже. Ну что, идем тогда вот сюда. Битва Каинозоева, ребята. Я тут создал себе немного Мамотериев, да? Я их еще не доконул, в смысле, у меня будет, как я и говорил, по плану 4 двадцатых, и я не буду делать даже 30-го. То есть вот, я докачаю там от 4-х до 20-го уровня, и все. И на этом все. У нас, смотрите, сколько здесь теперь из-за этого вот степных существ. Интрикацер еще сюда вписался, там, Гасторнис, Бронтатери, короче, дофига. Дофига у нас всяких тут существ. Так, и кого бы нам тут взять? Допустим, Гееннадон пойдет в качестве жертвы, потом пойдет какой-то Мамотери, допустим, двадцатый, и... И пещерный, да, нужен. Пещерный. Ну, давайте пойдем так. Тут даже как-то глупо, блин, арк-соду, сайта, даже здесь пресно атаковать. Блин, ну такие они смешные. В каждый раз, блин, хрюкает так забавно. Напоминает мне общих хрюков из Хейла. Потеряю я сейчас, конечно, наверное, Гееннадона. Нет, не потерял. Это даже очень хорошо. Я смогу того же Артодуса, наверное, пробить. Блин, а сколько-то у него баллов было, ё-моё. Пробил три. Блин, хватит три или не хватит. Блин, ладно, четыре бьют. Суперсоник панч. Давай длинно ноль. Медведь падальщик. Видео есть на канале пропуск, ребятки, можете найти медведь тиранозавр, я там, по-моему, видео назвалось. Раз, два, три, четыре, пять. Я не считал, сколько у него там баллов, наверное, ничего не оставалось. Пусть будет так. Он мне атакует на три, и мы вот этого крысёныша сейчас быстренько разделаем. обидно на кунду, да? Убить убило, а сожрать-то его не получится. Хотя, вот, правда, с такого ракурса, мне кажется, что динатери, ребята, влезет этой титанобоа. Как вы считаете, сможет проглотить это титанобоа этого динатериа? По размерам, как они в игре представлены. Если знаете, есть такая змея-яйцеед, и вот она там способна проглотить яйцо, которое шире её головы и туловище в несколько раз по диаметру. То есть она там прикольная такая штука, блин, а есть у неё ещё там на позвонках есть такие шипы. Яйцо пока она проглатывает, там, в общем-то, яйцо вдоль, так как циркуляркой, разрезается этими зубчиками на хребте. И она потом выплёвывает две половинки яйца. Ну, шкарлупы, в смысле, а желудок. А желток у неё остаётся. Итого, можно взять опять же гиеннадона для приманки. Он подменится. Потом пойдёт мамонт. Мамонт пойдёт. Ну, тут надо даже, наверное, не мамонт. Не, мамонт. Мамонт. И вот это. Вот так вот как-то. Справимся, не справимся. Интересно, меня один дликатери за один пробил? Или этот меня сейчас пробил? Не, не пробил. И этот не пробил. Ууу. Ну, вообще-то было такое. Рисковый момент. Рисковый был момент. Ну, на все четыре. Отлично. Так, а это ему уже четыре балла сейчас будут даваться, да? Ну, ладно, не буду защищать мамонт. Хотя у него жизни-то побольше, чем у тела Космила. Четыре балла. И... На все четыре. Ну, хорошо. Это хорошо. Мы сейчас легко его... Блин, Котмаз есть. За один удар мы его пробиваем. 50 баллов сверху, 53 балла сверху. Ставим раз, два, три. И не переносим. Легко, короче, мы уже собрались. Да. Кто не смотрел видео по прокачке Индрикацера, тоже, ребятки, смотрите, на канале уже выходило видео. Там как раз были сражения Индрикацер против Индрикатерия и Урдинотерия. Так что можно было и визуально сравнить. Рычи, рычи. Псевдокотенок. Фальшивый котенок. Так, ну и последний бой. Давайте возьмем Мамонтерия, что ли. Не, не прикольно. Он подменится. Допустим, Мамонта возьмем. Он подменится на вот этого. Потом пойдет Мамонтерий. И вот этот. Да, ну, сумчатого льва легко пробить будет. Он, как бы, не шибко жирный по здоровью, потому... Ну вот, смотрите, какой Индрикацер гигантский против Мамонта. Он там вдвое как будто бы его больше. Подменяйся. Две пятьсот. Нормально. Но, два удара не выдерживает. А, выдерживает. Чё это я так как-то нехорошо подумал. Ну, а вообще-то, да, Мамонтерий будет отлично, короче, против Мамон... Мамон... Индрикацера. Мамонтерий против Индрикацера. Итак, три балла твой ход Мамонтерий. Три атака на два, но это подло. Но ничего, мы как-то справимся. Тогда не буду защищать Мамонтерия. Опять же, Тилако с Милом разберёмся. Раз, два, три. Ну, один балл поставлю. Посмотрим, что... А, ну, он сейчас подменится. Блин, надо балла ставить. Индрикацер. Ну, сейчас подменится. Блин, какой он гигантский. Три удара. Три удара и... Днепра атаковал, ребята. Даже вот так давайте. Эх, не дать... А, добился отлично. А, и что делать теперь Индрикацера? А, у него много баллов. То есть, три... А, всего пять. Куда много? Ну, атакую все-таки решился. Ну, из трёх тысяч. Да, ему хватало, наверное, как раз около четырёх. Помню, что там было, как раз хватало. Но я за один удар могу его пробить. И у нас тут сверху, ребятка, целых, там, пятьдесят два балла. Прикольно, заканчиваем. Закончили этот бой, как и в прошлом. И опять Тилако с Милом у нас будет сейчас вручать на фоне знака Джурасик был. Можете его на заставку поставить. Красивая картинка. Кайнозойские схватки. Так, чё вы тут нам даёте? Ну, в общем-то, вот и всё, ребятки. А в Лигу Детёныши мы сходим, надеюсь, завтра. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok